Сегодня у нас знаковое событие, ну во-первых для двух людей, для Ани и для Лёвы, для их семьи, давайте им тоже поаплодируем, потому что они к этому шли очень долго, прямо очень-очень и сегодня наконец этот момент наступит. Ну и сегодня мы с вами посмотрим, увидим результаты многолетней работы, благодаря которой, наверное, отчасти Анечка пришла в политику, благодаря которой она делает добрые дела и вот результат сегодня мы с вами здесь увидим. Мы за то, что все дети супергерои, абсолютно не важно, какими они родились на этот белый свет, мы любим всех детей, но при этом все родители тоже супергерои. Это игра и давайте в нее немножечко с вами поиграем во имя дружбы, во имя наших детей. Каждая мама, каждая бабушка знает, как не просто в принципе растить ребенка, а ребенка с особенными потребностями, конечно, вдвоем. Мы сегодня подписали петицию, в которой мы просим усилить меры социальной поддержки семей, где растут особенные дети. Мы считаем, что они нуждаются в этом в первую очередь. И, конечно, те проблемы, которые нам сегодня высказали мамы, это характерно не только для родительского сообщества Воронежа, а для родителей особенных детей по всей России. Это важно. И я очень надеюсь, что вы все видели сейчас показ первой коллекции Левы, Левы супергероя, и замечательные дети, красивые дети. И то, что они особенные, придает даже какой-то такой замечательной особенности, извините за картологию. И я очень надеюсь, что среди таких детей мы потом увидим наших будущих олимпийцев, наших будущих чемпионов олимпийских, паралимпийских игр. Мы увидим IT-звезд, мы увидим успешных предпринимателей. И сейчас все, что от нас требуется, это поддержать их родителей и создать условия для обеспечения детей. Я с Аней познакомилась на съезде на партии «Новые люди», и она говорила, ну, сказала мне, было бы здорово, если бы вы когда-нибудь прилетели в Воронеже. Тем более, сегодня был прекрасный повод. Мы прилетели сюда, пообщались с мамами, у которых особенные дети. Они рассказали про свои проблемы, потому что ты никогда не узнаешь, что это такое, пока не побываешь в их танках. Ты не знаешь, что такое особенный ребенок, ты не знаешь, как жить с особенным ребенком. И те мамы, у которых особенно тяжелые дети, это труд 24 на 7. Это мама, которая не может отойти от своего ребенка. Она, может быть, и хотела бы и на работу устроиться, какой-то дополнительный заработок иметь, но она не может этого делать. Потому что это не просто, ну, ты проснулся, накормил ребенка, помыл его и все. Нет, это огромное количество времени тратить на реабилитацию. Это совсем другой график жизни. Это совсем другой вид жизни. И эти мамы, мне кажется, нуждаются в дополнительных выплатах от государства. Если честно, потому что, к сожалению, зачастую отцы очень быстро уходят из таких семей. Это чудо, когда папа остается в семье. И получается, что мама тащит одна этого ребенка, все на ее плечах, и это очень сложно. Потому что все, что она имеет, это порядка 13 тысяч адрес и 10 тысяч по уходу за ребенком. На 25 тысяч при условии, что половину реабилитации, ты тоже делаешь свои деньги, но ты никак не поднимешь этого ребенка. Но мы не опускаем руки все равно. Мы пришли в этот мир для того, чтобы сделать его прекраснее. Я думаю, что моя инициатива будет поддержана, и я все равно открою свой цех. И в ближайшее время мы будем шить адаптивную одежду и делать всех детей в России супергероями. Я очень надеюсь, что история не останется локальной, чисто воронежской. А мы, может быть, даже надеемся на коллаборацию с каким-то известным брендом российским, чтобы как можно большему количеству детей мы смогли помочь, подавая нашу адаптивную одежду. Есть проблемы с налогообложением. Есть проблемы с помещением у нас в городе. То есть есть определенные пункты, которые мы хотим исправить и с помощью социального предпринимательства внедрить вообще изначально сейчас в Воронеж. Сложности есть. И я думаю, что чем больше я буду в это вникать, и чем больше я буду этим заниматься, тем с большим сложностями я буду сталкиваться. Но меня это не пугает, потому что мы новые люди, и нам больше всех надо.